Заходи, заходи, вот сюда заходи, а тут весь промокнешь от жары. Мы прилетели в Джибути, страна внизу находится по сравнению с Эфиопией. Такая жара тут, наверное, градусов 30 вечером, и днем, наверное, не будет легче, если уж вечером так. Сразу как прилетели, удивились первые визы дешевые, мы думали по 80, а не по 25 долларов, это первое. Второе, нет зала прилета вообще, то есть заходишь и сразу на улице, спросили, где симку купить, нельзя нигде симку, спросили, где деньги поменять, нигде нельзя поменять, в городе. Спросили, как до города доехать, только такси. Спросили такси, сказали 20 долларов, хотя нам всего 2 километра, то есть мы спокойно бы, если бы это был день, а не ночь, мы бы дошли до сюда не за полчаса, но за 40 минут точно. Ну ладно, раз на визах сэкономили, то взяли такси, за 20 доехали долларов. Джан отель сняли, отели очень дорогие в Джибути, вот этот отель ни о чем, который, по-моему, даже без завтрака, 79 долларов, вообще, вот, ему красная цена 30, на мой взгляд. Что тут есть? Кухня вот такая, холодильник тут, чайник, микроволновка, плита, раковина, посуда есть, вот, вот такая вот ванна, ванная комната, которая без зеркал, есть вот одно зеркало, есть, оно что-то там мигает, наверное, это подсветка должна быть, но подсветки нету. Вот, шампуня, кстати, нет, только гель для душа есть, вот так вот. Душ, совмещенный с туалетом. Да, душ, совмещенный с туалетом, соответственно, тут все мокро будет, вот. Одно полотенце было, но мы попросили еще одно, то есть у нас теперь два больших, одно маленькое. Ну, унитаз нормальный с этим гигиеническим душем, мыло есть, то есть вот так. Кондиционер есть, кстати, это что такое, это не кондиционер, может здесь тоже? Нет, это электрический. Вот, ну вот в комнате зато много места, где посидеть, вот здесь можно сидеть, как в баре кушать, да, вот здесь можно как за рабочим столом сидеть и еще два кресла, вот это вот удобно. Ну, тумбочки прикроватные, считай, есть и гардероб есть, это тоже хорошо. А, так смешно было. Короче, мы зашли сюда, да, ну комната нормально, ничего, ну кровать одна, с одним одеялом, соответственно, мы будем его это дергать или раскрываться, ну, в общем, я знаю, что это будет не очень хороший отдых, когда вдвоем спишь в одной кровати после такого перелета. Два самолета сейчас было. Вот, и муж пошел спросить на ресепшн, можно ли нам переехать в комнату, где две кровати. И администратор очень сильно удивилась этому вопросу и сказал, а вы что, не женаты? Муж сказал, почему не женаты? Жена, ты просто устала жена, хочет отдохнуть, одна поспать. Она сказала, ну ладно тогда, и дала ключ от другой комнаты. И вот мы пошли в другую комнату, на первый этаж, там, через улицу, и она была в половину меньше. Четыре раза по площади, я бы сказала, четыре раза меньше. Четыре, да, ну вот такая. То есть это не надо поделить на четыре. Да, вот такая комнатка ни о чем вообще. Ну, без этого, без... Без кухни еще, да. Там площадь вообще никакая. Да, да, и при том за 79, да, вот, мы, конечно, раз, сказали, нет, нам не подходит, и обратно вернулись. Этот идет, швейцар, скажем так, тащит. Мой чемодан забрал у меня, да, помощник. Там то за ручку его вот так потащит, то это как-то повернет. Мне даже такое чувство, что он мне сломал все-таки одно колесо. Вот как-то оно сейчас, мне кажется, не так торчит, как было. Ну, посмотрим еще в ней ехать. Может, уже треснуло что-то. Может, уже треснуло, да, потому что... Просто не видишь. Не видишь, да, потому что звук был такой. Вот, и мне муж говорит, ничего им нельзя доверять. Ну, правильно, это же не их вещь, им пофиг. Вот. Спросили воду, говорим, а в воду можно? Он говорит, вода только в кафетерии, и типа за мани давайте мани. А у нас нет мани, потому что поменять нельзя. Даже мы ей дали 100 долларов за комнату. Я думала, нам сдачи дадут местными, и у нас уже появятся местные деньги, чтобы мы могли хоть воду купить или что-то. Вот. Она сказала завтра, да? Не-не, позже сегодня. Позже. Ну, вот так. Вот такие вот. Вот так встречает Джабути нас. Всем привет из Джабути. Субтитры сделал DimaTorzok